Здравствуйте, уважаемые садоводы-огородники! Меня зовут Русский Иван. Я вас приветствую на канале Процветок. Сегодня мы поговорим с вами о некоторых способах борьбы с сорняками. Сорняки являются большой обузой для каждого садовода и огородника. Существуют разные способы борьбы с сорняками. Именно комплексная борьба с сорняками является наиболее успешной. Один из наиболее известных способов борьбы с сорняками – это механическое их удаление. Однако механическое удаление не всегда возможно. Многие люди не имеют физической возможности регулярно проводить прополку. Доголетние сорняки очень трудно выпалываются. И вот на смену механическому удалению сорных растений приходит химическая борьба с сорняками. Однако химически синтезированные гербицидные препараты являются не самым дружественным способом контроля сорной растительности в личном подсобном хозяйстве. Ведь они способны накапливаться и наносить различного вида урона окружающей среде. В любом случае, если вы используете химически синтезированные пестицидные препараты для борьбы с сорняками, обязательно используйте инструкции и технику безопасности. Что ж, на засорённость сорняками влияет также правильность посадки растений. Ведь растения в процессе роста развития должны создавать конкуренцию сорным растениям таким образом, исключая их дальнейшее развитие. Также очень способствуют борьбе с сорняками повышение конкурентоспособности самих растений. Своевременные подкормки, защита от вредителей и так далее очень хорошо способствуют конкурентоспособности растений по отношению к сорной растительности. Очень важным приёмом борьбы с сорняками является правильная обработка почвы. И это вовсе не означает, что это глубокая обработка почвы, будь то вспашка или какая-то глубокая культивация. Иногда очень важно не переворачивать пласт земли, потому что банк семян сорных растений может накапливаться внутри почвы, внутри слоёв грунта на 100 лет и более вперёд. Поэтому постоянно переворачивая грунт, мы постоянно выносим на поверхность запасы сорных растений, семена которых могут сохраняться очень-очень долго, иногда десятилетиями в почве. И они подрастают, сходят, сходят, тем самым досаждая нам и портя нам и нервы, и забирая физические силы на борьбу с сорной растительностью. Притом в интернете существует немало рекомендаций и рецептов по борьбе с сорной растительностью натуральными или условно-натуральными какими-то веществами. Для того, чтобы проверить эффективность этих способов, я заложил деляночки у себя на посадки, это даже не посадки, это просто территории за пределами участка, которые зарастают сорной растительностью, которые постоянно приходится выкашивать. Среди сорняков там преобладают крапива, одуванчики, а также сныть наиболее злостные сорняки, еще чистотел, вы сейчас все это увидите, наиболее злостные сорняки, против которых иногда необходимо обрабатывать несколько раз участок глифосатами, такими тотальными гербицидами, потому что не всегда с первого раза удается их уничтожить. Что ж, там есть несколько рецептов, испытанных рецептов, давайте пойдем и посмотрим, который из них оказался эффективным. На первом участке мы провели обработку крепким раствором едкого натра. Едкий натр мы нашли в таком средстве для очистки труб, которое называется крот. Он часто продается в сухом виде и представляет из себя гранулы чистого едкого натра. Для того, чтобы добиться гибели растений, я приготовил не просто крепкий, а колоссально крепкий раствор. На 1 литр воды я добавил 100 грамм этого средства крот, этого едкого натра. Вы можете увидеть, что листочки аж покрыты после высыхания вот этим вот самым едким натром. В качестве такого вот индикатора, что ли, щелочности раствора я взял напиток сладкий. Он выкрашен каким-то красителем, который реагирует на кислотно-щелочной баланс, на реакцию раствора. Таким образом, вот цвет раствора меняется, уходит в такую более сине-фиолетовую сторону. Ну что ж, это такая, ну просто такая демонстрация того, что поверхность листьев является очень и очень щелочной. Таким образом, для того, чтобы погибли яснотка, чистотел, одуванчик, крапива и даже повредилась очень сильно сныть, нам понадобилась однократная обработка очень-очень крепким раствором. Надо сказать, что этот раствор полностью уничтожает надземную часть растений. Корневища остаются в земле нетронутые. Поэтому вполне может быть, что после вот такой обработки многолетние сорняки начнут постепенно, потихонечку отрастать и восстанавливать свою популяцию. Однако, в любом случае, посадки эти будут очень сильно угнетены. И таким образом, они, возможно, после нескольких обработок и уже больше не восстановятся. Любопытно было бы попробовать этот способ также на уничтожении надземной массы борщевика сосновского, который является большой проблемой во многих регионах. А ведь едкий натр является абсолютно, ну, таким нормальным, естественным природным компонентом. Попадая в почву, например, он соединяется там с почвенными кислотами, образует натриевые соли. Единственное, что меня смущает, это довольно большое количество натрия, которое сюда вносится. Но внес я этот литр на довольно большую поверхность. Во всех случаях растворы я распылял до легкого увлажнения листьев. Таким образом, этот способ является весьма и весьма эффективным для уничтожения надземной части сорных растений, даже очень и очень стойких. Однако, надо быть очень осторожным с одеждой, потому что такие крепкие растворы способны повредить даже одежду. Используйте какую-то старую, ну, если брызги этого едкого натр раствора попадут на одежду, чтобы вам было не жалко ее выбрать. В следующем варианте мы использовали 9% раствор столового уксуса, тот самый, который продается в магазинах, неразбавленный. И растворили в одном литре такого уксуса 50 грамм железного купороса, у которого крепкие растворы, в общем-то, славятся своей сильной обжигающей способностью. Как видите, растения получили некоторые повреждения, однако же полной гибели надземной части добиться не удалось. В наименьшей степени повредилась сныть, хотя вот по краям листочков тут появились черные некротические зоны. Однако же они слишком маленькие для того, чтобы говорить о гибели растений. Яснотка погибла примерно на 50%, примерно также на 50% повредились одуванчик и процентов на 30% крапива. Кроме того, наибольшая степень повреждения была характерна для растений пустырника. Таким образом, могу сказать, что использование неразбавленного раствора столового 9% уксуса с медным железным купоросом не является эффективным средством для борьбы с злостными многолетними сорняками. В следующем варианте мы использовали пятикратное разбавление жидкости для преобразования ржавчины, которая содержит в своем составе фосфорную кислоту, а также соединение цинка. Это достаточно сильный раствор, потому что здесь на листиках кое-где можно даже увидеть остатки вот этих высолов соединений цинка. Между прочим, несмотря на свое такое, кажется для огородника страшноватое название преобразователь ржавчины, вот этот состав фосфорная кислота плюс соль и цинка является прекрасным способом для подкисления почвы под различными растениями, которым нравится кислая почва. Та же голубика или роддендроны, поговорим об этом, конечно же, обязательно. А также как источник такого ценного микроэлемента цинка для того же огурца, например, или других тыквенных растений. Но, как видите, вот это пятикратное разбавление фосфорной кислоты с цинком не оказало такого существенного пагубного влияния на растения. Да, по краям видны небольшие повреждения, они, в отличие от предыдущего варианта, вот такие коричневые, а не черные. Там, вероятно, сказалось действие железного купороса. Здесь же есть, да, небольшие повреждения по краю, но ни один из сорняков не погиб здесь полностью. И думаю, что скоро оправится и пойдет расти еще с большей силой, ведь фосфорная кислота – это источник фосфора для растений. То есть мы немножко их покормили еще, к тому же. И в последнем варианте мы испытывали способ, который я нашел среди патентов Соединенных Штатов. Рецептура включала в себя 30% мочевины, 30% уксусной кислоты в виде от 9% раствора уксуса, еще 10% растительного масла и 10% нефтяного растворителя. Все это эмульгировалось в растворе. Вот даже видно, что листочки блестят, на них еще остатки растительного масла есть. Как следует взбивалось, добавлялось обязательно жидкое мыло. Кстати, во всех вариантах добавлялось жидкое мыло в качестве растекателя. Ну а здесь оно добавлялось в достаточно большом количестве, 10% от общего получившегося объема, потому что нужно было сэмульгировать растительное масло и нефтяной растворитель с водным раствором мочевины и уксусной кислоты. И все это наносилось на листочки. Как видите, из всех вариантов, которые мы испытывали, этот вариант подействовал хуже всего. Да, имеются редкие повреждения на сныте, редкие повреждения на других сорных растениях, однако чувствую, что из-за обилия мочевины здесь скоро это все подымется самым настоящим лесом на этой азотной подкормке. Таким образом, можно сказать, что только вот эта рецептура на основе крепкого едкого натра является более-менее эффективной для уничтожения вот этой зеленой массы злостных многолетних сорняков, растущих вот в таких вот массивах. А остальные рецептуры, к сожалению, оказались неудачными. Что ж, с судьбой этого участка мы будем вас знакомить и в дальнейшем, чтобы не пропускать наши выпуски. Обязательно подписывайтесь, нажимайте на колокольчик, чтобы своевременно получать уведомления от нашего канала. На этом я прощаюсь с вами. Всего хорошего!